Лепш продбачить, чем ликвидовать. В Березинском районе проверяют готовность всех службов до надзвычайных ситуаций. В комплексных учениях заденечены ротовальники, милиция, медики, дорожные службы. Усего 33 организации. На протягу трех дней они будут сядь працовывать. Позаштатные ударения у теории на практице сценария разные. От обвалу моста до утяжки газа. Моя коллега Юлия Токар отправилась на учение. За ураганом мощный ветер не пошкодовал древо и некольки повалил на дорогу. У вынику заторы ДТЗ с уделом школьного автобуса, який амаль не перекулился в кювете. Есть потерпелые. По таким сценарии распочались учения. Перелом гидра. Сейчас мобилизация происходит. Не будем обезболивать ее. Оказана помощь детям. Были травмы средней и легкой степени тяжести. Помощь оказана квалифицирована. Каб не сдарилась у сгорания, автобуса в окол на первых створают пенную подушку без пеки. Возможно, розлив топлива. Для того, чтобы было безопасно проводить все работы по оказанию помощи, делается пенная подушка. Покульмедыки оказывают допомогу ротовальники. И дорожная служба ликвидует наступство стихии. У таким надзвучанным выпадку только зладженная работа подразделения у всех спецслужбов будет поспеховой. Все проходит в реальном режиме времени. Сейчас ликвидированный первый этап водной. Не дай бог в случае создания реальной чрезвычайной ситуации предприятие и район сумеют реагировать оперативно и приложить все усилия для спасения людей. У компрессорной на заводе отбылась и авария с выкидом аммияка. Химичная редшего вельми небеспечная, тому ликвиде на хвилины. Санитарная дружина оказывает первую помощь, извлекает пострадавшего, выносит его в безопасную зону. Прибывают подразделения МЧС для осаждения возможных паров аммиака и снижения площади заражения. Создается водяная завеса. Как мы знаем, аммиак при смешивании с водой становится безвредным. На территории Минской области таких химично небеспечных объектов два десятки. Тому лепши продбачить ситуацию и оперативно реаговать, чем ликвидовать у реальности. Цель учений, конечно же, отработать действия Березинского района Звена, Минской областной подсистемы ГЩС и ГОО. Посмотреть, как на теории и практике справляются организации, силы и средства, для того, чтобы можно было в любой момент быть готовым к защите населения. Такие масштабные комплексные учения в каждом районе ладятся раз в семь годов. Задейничают ротовальников, милицию, медиков, дорожников, все подразделения спецслужбы. Еще два дня в Березинском районе они будут отпрацовывать позаштатное сдарение, обвал моста и утечку газу. А в Червине экстренную эстафету примежодина. Юлия Токар и Александр Шостакович, агентство Телиновин.